сегодня мы будем писать летний пейзаж березки у реки я уже подготовил холст покрыл его тонким слоем разбавленной белой краски очень тонкий слой чтобы проверить можно приложить палец если остается отпечаток четко видны значит краски достаточное количество если отпечатка не видно он полностью залит белой краской значит сильно много краски и нужно немножко снять для начала я возьму такого синего цвета ультрамарин ножка попечатаю кисточкой такой чтобы распределить краску и начинаю такими перекрестными движениями наносить краску на холст начиная от углов вверх с верхней части и постепенно продвигаясь вниз я оставляю белые участки это будут облака не нужно сильно заботиться о их форме просто примерно потом мы их позже сможем детализировать добавлю немножко краски чтобы сделать больше контраста и постепенно по мере того как я продвигаюсь вниз краски становится на кисти меньше и потому что она смешивается с белым цветом который уже нанесен на холст и таким образом получается плавный переход от темного синего к такому светлому голубому растушевываю края облаков такими круговыми движениями на наш наши пейзажи будет река поэтому я беру на ту же кисть снова ультрамарин и немножко добавляю такого цвета морской волны и такими движениями от края картины центру наношу краску в центре я оставляю небольшой такой светлый участок там будет что вроде блика отражение какого-то света тем или может облака отражаются в воде и делаю движение вдоль параллельно с нижней нижнему краю холста и то чтобы это мелкая рябь на воде чтобы вот эти полосочки какие остаются от кисти от щетинок похожи были на такие небольшие волны вдали у нас будет полоска леса для этого мы возьмем немножко зеленого цвета немножко такого изумрудного зеленого прозрачный на палитре он выглядит очень темно нужно добавить такого зеленого голубого и такого еще синего или голубого цвета старайтесь верхнюю часть леса делать не четко ровной а где-то какие-то деревья выше какие-то ниже было разнообразие нашим лесу добавлю немножко темно-зеленого и теперь я снизу вверх кисточку немножко переворачиваю ручкой кверху и снизу вверх вдавливаю на нашу краску такими печатающими движениями распределяю краску по холсту еще немножко добавлю темного и сделаем отражение в воде немножко нанес краски можно такими печатающими движениями можно такими и так вниз вертикально вниз желательно не перекосить как-то под каким-то углом вертикально вниз я провожу такие делаю такие мазки теперь сухой кистью их делаю таким движением разлаживаю получаем таким образом отражения добавим немножко темных оттенков нашему лесу желательно не перетемнить чтобы он не выглядел слишком близко чем более отдаленные объекты от зрителя тем они более светлые тени также более светлые и меньше контраст теперь я возьму такого ярко зеленого немножко такого зеленого можно чуть-чуть белого добавить немножко желтого можно так я не сильно перемешиваю оставляю набираю на уголок кисти печатающими движениями и теперь нам надо решить откуда будет падать свет допустим он бы будет падать с этой стороны поэтому мы эту сторону делаем более светлой освещенной солнцем и стараясь не закрасить всю поверхность чтобы у нас оставались участки темные клубоватые от деревьев которые вдали находятся я возьму чистую кисть и возьму на нее немножко желтого цвета белого лучше мастихином чтобы не окрасить всю краску такого светло зеленого ярко такими печатающими движениями я нанесу кисть на кисть краску чтобы она делала такие вот уже интересные формы на палитре да и на холсте будут краска должна быть вот выглядеть кисть примерно так краска должна быть распределена такими кусочками теперь когда мы переворачиваем кисть и легонько прикасаемся делаем освещенные верхушки деревьев и у нас кисточка сама сразу выписывает какие-то формы интересная когда краска заканчивается на одной стороне переворачиваю другой стороной кисточку опять же оставляем наши темные участки потом средние освещенности зеленый цвет и здесь у нас будет освещенный солнцем берег сделаем его для контраста таким ярким и немножко такими печатающими движениями добавим туда разнообразие в нижней части можно нашей кисточкой которая в темной зеленой краски и переворачиваю и вот так вот нижнюю часть нашей линии берега слегка прикасаюсь и делаю на ней там какие-то подобие кустика травки теперь нам нужно отделить берега от линии воды для этого нам нужно немножко разбавить белый цвет я его отделяю и добавляю в него капельку разбавителя для масляных красок и также там я добавил льняное масло предварительно примерно один к трем больше разбавителя меньше и такой у нас полу жидкий цвет получается белый теперь я беру мастихин можно такой формы можно другой и делаю такое движение распределяю тонким слоем сначала эту краску придавил и делаю такое движение у меня получается на этом краю мастихина такая тоненькая полосочка краски такой как валик небольшой теперь я его переворачиваю этой краской к холсту и наношу такими движениями параллельно нижней части или верхней холста и втираю эту краску здесь важно чтобы вас мастихин двигался не под углом а именно параллельно иначе у вас вода будет казаться что она вытекает куда-то из картины такими движениями делаем блеск на воде у берега теперь переходим более ближнему плану беру наш кисть темно-зеленой краски и возьму немножко охры немножко черного цвета перемешаю при желании можно добавить изумрудное зеленого и делают такой получается цвет у нас приятный темно-оливковый цвет приглушенный потому что в тени зелень она не выглядит яркой а выглядит такой цвет приглушенный зеленый набираю кисть краску на кисть такими печатающими движениями переношу ее на холст ближний план к нам деревья на ближнем плане будут казаться выше и тени соответственно будут выглядеть темнее поэтому мы пишем их более темным цветом и таким образом мы создаем на холсте иллюзию пространства на плоскости холста мы делаем видимость то что эти у нас деревья они где-то вдали а эти близко к зрителю таким примерно образом разные высоты деревья будут у нас разные там какие-то кустики будут расти и теперь снова делаем отражение в воде я оставляю полоску для берега и такими сначала пропечатываю а потом такими движениями вертикально вниз я растягиваю этот цвет и такими движениями я и разглаживаю чтобы создать подобие в этом отражении возьмем более насыщенный зеленый для начала давайте мы на ближнем плане у нас уже будут лучше видны я беру на тонкую кисть есть белый цвет немножко разбавленный и прописываю стволы деревьев березок березок возможно там еще какие-то деревья растут поэтому можно взять серого немножко коричневого цвета добавить в деревья другого оттенка или такого черного и можно им выделить нижняя часть березок они обычно у них такие темные и также некоторые там кустики деревья можно отметить теперь возвращаемся из нашей светлой кисточки со светлой зеленой краской и возьмем на нее такого яркого зеленого при желании его можно немножко сделать менее ярким допустим добавим в него охры я набрал кисть на уголок кисти этот цвет и теперь я такими легкими прикосновениями обратите внимание что когда я это делаю я не протягиваю кисть только прикасаюсь как печатаем в детстве все наверное делали какие-то печати и понимаете как это делается если я сейчас начну мазать то краска будет перемешиваться и получится такой какой-то однородный грязный оттенок смешивается много разных цветов то в итоге получается серый цвет нам он сейчас не нужен поэтому стараемся просто прикасаться теперь на другой светлый уголок кисти я наберу и можно для этого использовать просто другую кисть и возьмем немножко еще белого добавим сюда нужно немножко ярко желтого у нас получился такой очень светлый оттенок набираю его на уголок кисти здесь уже побольше краски можно брать чем в начале вначале мы втираем очень небольшое количество краски и такими легкими прикосновениями я добавляю помня о том что свет у меня падает с этой стороны значит левая сторона деревья будет больше освещена правая соответственно меньше немножко и сверху и с левой стороны я добавляю такие блики освещенные участки и делаем такими тоже печатающими движениями травку на нашем берегу можно перевернуть кисть кисть и прикасаться таким образом и на кисти разного оттенка зеленый и в итоге у меня получилась строка разных оттенков теперь снова можно взять темную кисть добавить зеленого и снова я переворачиваю кисть и такими прикосновениями самим краешком кисти ребром кисти прикасаюсь и кисть сама делает множество множество травок таких травки костики что-то чем удобно это кисть то же самое можно сделать тоненькой кистью допустим такой для этого нужно будет очень-очень много движений сделать мастихин возьмем теперь мастихин и возьму коричневый цвет немножко совсем капельку черного серого такой получается у меня и возьму на на одно ребро этого мастихина эту краску и теперь я поворачиваю к холсту и так придавливая наношу ее по краю нашего берега это будут размытые участки возле самой воды вытираем мастихин и беру немножко белого и в него добавляю этого темного цвета получается у меня такой светлый коричневатый оттенок я беру его на другую сторону мастихина поворачиваю к холсту и очень-очень легко темную часть мы наносим сильно придавливая втирая чтобы краска заполнила все неровности а верхнюю часть мы очень-очень легко вообще почти не касаясь холста и наносим верхнюю на эту темную нашу краску и мастихин создает такие разные интересные переходы цвета не стараемся не сильно растираем это все так и будет пусть там будут какие-то возвышенности какие-то более затененные участки теперь я снова возьму немножко белого тут который был я уже использовал несколько капель разбавителя совсем немножко чтобы не перестараться чтобы краска не потекла у нас с холста делаю такой разбавлен белый цвет опять я таким движением набираю на мастихин поворачиваю по направлению к холсту и вначале такими легкими касаниями обозначаю линию берега затем я втираю уже более сильно придавливаю и движение делаю параллельно краю холста немножко добавить здесь сильно много не нужно белого очень-очень тоненькую полосочку если будет много белого будет выглядеть не совсем естественно легкий блеск краю между берегом и водой это отделяет поверхность воды нашего берега верху ток кисточки зеленые зеленые кисточки зеленые берем такой яркий яркий зеленый наш цвет смешанный с белым и для начала его слегка втираем тонким слоем чтобы покрыть поверхность а затем пропечатав и у меня на краске осталось немного среднего зеленого можно еще добавить его и сделать такие трапки если недостаточно устраивает эффект можно добавить более темного оттенка можно добавить более темного деревья они будут отбрасывать тень поэтому немножко затеню этот участок теперь либо чистой кисточкой либо висок той же самой можно вытереть ее и добавить еще такого яркого и теперь я беру кисточку и придавливаю ее боком немножко плоскостью и получается у меня с этой стороны краска теперь поворачиваю по отношению к холсту и слегка придавливаю и получилось много-много мелких травинок и на фоне темной воды они очень красиво будут смотреться и также по всей поверхности можно добавить каких-то таких травинок чтобы трава выглядела гуще теперь берем мастихин и я беру на него цвет который мы делали для берега такой темный немножко коричневатый и здесь делаю такой участок открытого такой участок открытого грунта у края воды теперь я беру опять такой светлый цвет смешан с белым лёгким движением лёгким движением очень и и засадить я немножко травкой теперь возьму тёмную кисть наберу на него наш тёмный оливковый цвет и здесь сделаю более затенённый участок возможно какой-то кустик будет расти здесь также у нас будут деревья и оставляю участки неба и такими печатающими движениями не мажущими не втирающими а просто прикасаюсь и убираю кисточку и она создаёт у меня затенённые участки нашего дерева добавлю ещё немного этого тёмного цвета и сделаю здесь небольшой такой участок это будет тень ещё одного дерева может быть здесь тоже внутри вообще не этого я свисающие ветки такими краешками ребром кисти плоской части прикасаюсь делаю такие листья свисающие ветки листья березы они обычно свисают вниз теперь я возьму такую небольшую щитильную кисть можно использовать круглую можно использовать плоскую и возьмем темного немножко черного темного цвета и я немножко переворачиваю кисть кисть у нас наклоняется всегда мы хотим чтобы краска сходила с нее ту кисть наклоняем в сторону движения для того чтобы щетинки ложились на холст и таким образом краска с них сходила если мы будем двигать в обратном направлении кисточка будет снимать краску ну и плюс еще она будет плохо двигаться и по ходу движения кисточку можно немного проворачивать чтобы краска сходила со всех сторон кисти добавлю немножко краски еще и здесь посадим еще одно дерево дерево внизу у камлевой части должно быть немножко более толстым но не сильно если оно будет сильно толстым сверху будет выглядеть неестественно теперь я беру тонкую кисть тоже на нее беру допустим такого коричневого цвета темного добавим черного и можно затенить немножко одну сторону нашего дерева делаем веточки если краска плохо ложится на холст значит нужно взять немножко разбавителя и сделать ее чуть-чуть более размягчить чуть-чуть более жидкой но не совсем так чтобы она не стекала с нашего холста тоненькой кистью мы прописываем веточки наши где-то краски немножко больше и можно снять стихию теперь я возьму немножко такого светлого оттенка можно взять серый добавить немного белого коричневатого распределяем тонким слоем таким движением раз я набираю такой тоненький валик краски и теперь с освещенной стороны мы выделяем стволы наших деревьев создавая таким образом объем чтобы они не выглядели плоскими добавляем немножко краски теперь я снова беру темную щитильную кисть и я беру на него такой фиолетовый цвет можно смешать с серым можно капельку коричневого добавить делаем такой темный оттенок набираем много краски и здесь возможно у нас росла такая стройная березка добавлю краски и здесь посадим еще березки если вас удивляет почему я пишу их темным цветом а не белым скоро вы увидите знаете зачем это я пишу сначала теневую часть черного цвета и здесь у корня дерева делаем такие темные немножко участки берем мастихин и я беру белый цвет теперь добавим немножко в него фиолетового немножко синего можно чтобы придать ему такой немножко холодный оттенок обычно в тени светлые цвета они приобретают оттенок близких предметов также от неба и таблики тонким слоем распределяем краску и набираем очень небольшое количество краски на один край мастихина и что я делаю теперь я беру и и начиная от этой части с правой стороны мы прописываем теневую часть нашей березки можно сделать немножко более темный оттенок при желании добавить фиолетового синего и такими легкими очень легкими движениями почти не прикасаясь к холсту только слегка прикасаясь чтобы мастихин создавал всякие там переходы цвета и оставлял темные участки теперь я беру чисто белый цвет раз определяю его тонким слоем и снова я беру тоненькую полосочку краски на одну сторону теперь на другую сторону чтобы мне было удобнее отсюда и выложить с этой стороны и с нашей освещенной стороны я вожу чисто белый цвет можно сделать его немножко теплым добавить в него чуть-чуть совсем желтых оттенков или розовых добавляем краски стараемся не закрасить всю поверхность оставить это разнообразие оттенков чтобы у нас дерево получилось таким объемным можно немножко еще делать такие круговые движения для того чтобы дерево выглядело таким цилиндрическим каким оно и есть если у вас сильно много краски остается на холсте значит вы ее очень много набираете на мастихин можно вытереть и набрать по новой чтобы была очень тонкая полосочка краски теперь если взять и немножко процарапать какие-то участки то у нас проявится наш темный цвет который был под низом и получатся такие допустим вот поверх светлых облаков можно ствол сделать более темным здесь тоже можно сделать какие-то рельеф теперь я снова беру тоненькую кисть на нее набираю разбавленный наш темный цвет коричневый можно немножко фиолетового в него добавить или капельку черного чтобы затемнить не сильно перетемнить потому что тонкие ветки они выглядят светлее обычно чем ствол берегу хотя он такого же цвета добавляем немножко веточек в верхней части наших березок веточки желательно делать не такими как в стороны как лестница и на разных промежутках в разном расстоянии чтобы дерево выглядело более естественно и веточка от самого ствола она немножко толще а по мере того как удаляется она тоньше и совсем исчезает из вида что она растворяется в нашем воздушном пространстве визуально растворяется так теперь возвращаемся к нашим зеленым кисточкам можно взять чистую если у вас есть в наличии и я беру яркого зеленого цвета можно немножко охры пропечатываем набираю такое достаточное количество чем каждый новый слой у нас используем краски мы больше она создает такой рельеф объем который очень красиво смотрится в масляной живописи в акриловой живописи такой рельеф получить сложнее нужно добавлять специальные медиумы добавить чуть больше краски можно взять такого цвета зеленого и такими касаниями я прописываю ветви или ствол на ветвях березок где-то ствол будет перекрываться скрываться от нас но не весь для того чтобы было где-то он будет проглядывать чтобы было так разнообразие больше оттенков зеленого цвета добавим немного зелени в тени и нижнюю часть деревьев немножко скроем в листве будет красивее теперь берем чистую кисточку либо вытираем и набираем на нее светлый зеленый цвет смешиваем такой яркий зеленый с белым добавляем добавляем немножко желтого и делаем такой веселый сочный зеленый цвет если краска сильно густая то можно добавить капельку разбавителя чтобы ее размягчить потому что когда мы вложим краску уже там третьим или вторым слоем то она может плохо сходить с кисти густая краска и нужно немного разбавить набираем очень много краски на кисточку распределяем ее по кончикам кисти и опять же со стороны нашего освещения прикасаем какими прикосновениями печатающими такими движениями наносим на холст старайтесь не закрасить все наши теневые участки красивые чтобы создать контраст и игру света тени оттенков краски добавляю краски немножко на нашем берегу и вот здесь можно какой-то кустик небольшой посадить еще для однообразия освещенную часть освещенную часть краски на черной краски теперь я снова беру белый цвет и краски краски Немножко добавляю в него растворителя, пару капель буквально, размягчаю краску. Также мы поступим с желтым цветом. И так же сделаем. Много такого фиолетового цвета можно получить смешивая ультрамарин и такой темный насыщенный красный полупрозрачная краска. У меня называется рубиновая, есть еще название краплак и ультрамарин. Получается такой красивый насыщенный цвет. Чтобы проверить какой цвет на палитре он выглядит черным, но если в него добавить белого, то мы сразу увидим какой у нас цвет получился. Теперь я беру такую кисть веерную. Можно опять же использовать такую тоненькую кисть. Нужно будет сделать немного больше работы, проделать. И на кончике кисти я набираю наш светлый белый. Кисточка должна распределиться, она не должна слипаться, а вот как раз такими кончиками должна свисать и легкими, очень легкими прикосновениями. Небольшими группами добавляем цветочки, может это ромашки, может быть какие-то другие. Старайтесь не заполнять равномерно ими все пространство, чтобы было красивее и здесь на нашем берегу. В противоположном только здесь уже стараемся делать цветочки более мелкие. На удаленном берегу мы не будем этого сделать, потому что там уже эти цветы будут очень сильно мелкими, они почти не видны издалека. Теперь я беру также самый разбавленный желтый цвет на кончике кисти. Добавляем желтых цветочков, тоже такими небольшими группами, они растут на разном расстоянии друг от друга. Создавая таким образом богатство красок, цвета, оттенков. Вытираем хорошо кисточку. Теперь я возьму на нее такого фиолетового цвета. Можно взять фиолетовый. Побольше и добавить. Здесь уже я побольше беру краски. Кисточка немного слипается вместе. И разного оттенка у меня там будет фиолетовый. И что я теперь делаю? Беру и ставлю вот так вот ее немножко ребром. И прикасаюсь, делаю такие цветы фиолетовые. С такими высокими соцветиями. Очень красиво будет, если они будут расти рядом с желтенькими. Потому что желтый и фиолетовый создают контрастный. Это два дополняющих цвета, которые, если их разместить рядом друг с другом, то они взаимно усиливают яркость друг друга. А здесь нам как раз и нужно показать яркость цветов. Так, в разных местах добавляем наши фиолетовые цветы. На противоположном берегу нужно использовать тоненькую кисть, чтобы цветы не были огромными. Таким образом. Такими царапающими движениями создадим немножко таких форм. И для разнообразия этих же оттенков белый цвет холста в темных местах, когда я процарапываю, проглядывает белый холст. Получаются такие тоненькие литочки, деревья, стволы или травка. Вот такой у нас летний пейзаж. Его можно продолжать детализировать, добавлять какие-то оттенки. Можно на этом остановиться и поставить свою подпись. Я использую такой вензель из моих инициалов для подписи. Делаю еще с обратной стороны картины на холсте более полную пропись. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...